Виктория Складчикова На втором друзья И вот ты на третьем Я думаю, стоп А если у мужика есть машина? Опустились немножко, правильно? Он же болеет за зенит Еще ниже Потому что не дай бог Он откроет для себя крафтовое пиво Ты даже в топ-10 не попадешь Просто после фисташек Там где-то болтаться будешь Да Но я, кстати Я такая Я хочу быть номер один Все, правила знаю Обезопасилась Нашла мужика без работы Без друзей Думаю, все Номер один И нет Все равно была на третьем месте Все на третьем Потому что, знаете, на втором у него были Такие экссенциальные вопросы Кто мы? Зачем? Ну, на первом шмаль И я на третьем Все равно я на третьем Ой, вы знаете Я так много пошлых вещей говорю со сцены Но, кстати, в жизни Я гораздо скромнее Я гораздо Я вот до сих пор Все вот эти вещи взрослые У меня семь потов сходят, когда я покупаю Тест на беременность Стараюсь максимально быстро купить И меня может сбить любой вопрос фармацевта Я когда влетаю в аптеку Тест на беременность Какой? Апельсиновый Я очень быстро Не, и тоже, да? Какой? Отрицательный, пожалуйста Можно? Пожалуйста Я гуглю по этому народным средствам определения беременности Сейчас, смотрите Цитирую Народный способ определения беременности Нужно туда Засунуть градусник И все Я говорю, ну, допишите Дальше, что делать Что сказать там? Сынок, если ты там дерни Что, не понимаю О, поэтому вот это все покупать Презервативы раз в жизни покупала Раз в жизни И я Я не смогла купить просто презерватив Я набрала вот на ленту Вот этих супружеских товаров Порошок, яйца, кефир Все Хотя я же взрослая женщина Я все понимаю Наоборот Женщина за 30 Должна максимально уверенно Произнося четко Каждую фразу на кассе Говорить Мне Презервативы для секса И пакет не нужен Я вот так понесу Светящийся Чтоб шла по улице А соседи думали Олимпиада в городе Вот так надо Да чё Всем неудобно покупать Презервативы Емущим мужикам тоже Потому что они на кассе продаются Думают Ну сделайте его уже незаметно Как-нибудь Вы знаете Я вообще мечтаю Чтобы Дюрокс Сделал коллаборацию с Лейс Ну там в самом полпачки воздуха Всё Запахом краба Как на море Нормально Ой, сейчас будет такая тема Её не принято обсуждать Но я её сейчас озвучу Девочки, если вы согласны Со мной Не стесняйтесь Похлопайте Как вы считаете Если женщине за 30 лет И у неё не складываются отношения Нормально ли иметь Одного сексуального партнёра Я имею ввиду человека Ну не организацию Не как стендап на ТНТ Про меня пишут Одного Нормально? Вот Да, потому что у нас Это осуждается в обществе Репутация Нет отношений Не должно быть секса Не знаете, чё тётя говорит? Она говорит Да если ты, Вика Не умудрилась До 30 лет Завести отношения Так успокойся Ляг дома Котом Вот тут закрой И жди смерти Я говорю Офигеть Конечно Нам нельзя Даже мне говорят Надо только по любви Только по любви Я думаю Да если нет любви Вот я жду И что? Я говорю Если я буду ждать Когда придёт любовь Я в 45 лет Стоя иду с ума Я буду курьеров Блин В пенюаре встречать А у вас точно Бесконтактная доставка? Ааа Пепперони Это пицца А не вы меня Блин Тогда не надо По любви Я думаю Хорошо Хорошо Смотрите Тебе понравился парень Ты ему тоже Любви как бы ещё нет А 32 есть Вот что делать? Мне понравился парень Я думаю Буду правильно себя вести Правильно буду Вообще Полгода терпеть буду Чтобы он подумал Какая я правильная И мы с ним вместе Пошли под венец И никто никуда не пошёл Я нахуй сходила И всё На ничейный Поэтому Чего я не знаю Не могу понять Когда мне говорят Секс по дружбе Вот тема Я думаю Нет Я на своих друзей смотрю Я думаю Какой с вами спать? С вами на футкорте-то Стыдно сидеть Сейчас я лягу Конечно Потому что ты моё имя Прорыгал Куда я лягу с тобой? И вот тут важно Женщина Может дружить с мужчиной Абсолютно Без сексуального подтекста Да Но мужчина Всё равно Хотя бы на 1% Об этом будет думать Знаете, что мне друг говорит? Он мне говорит Вика Ты моя лучшая подруга Я тебе всегда помогу Вот надо с переездом помочь Помогу Вот хочешь, я тебе это И денег в долг дам И в рот Это ну разные ситуации Бывают жизненные Красно У меня очень верующая семья И они считают Что мне нужен Максимально праведный И верующий мужчина Ну типа Я плохая Он хороший Как-то в баланс Вместе выйдем Я думаю А я верующему Зачем? Мне что К нему подкатывать? Как? Мне ему в дирек Чё писать? Христос воскрес Отчего добился ты? Чё писать ему? Да, это проблема Потому что мама говорит Айди Ты сходи в церковь Расскажи священнику Что ты несёшь со сцены Иди, расскажи Я думаю А чё я ему скажу? Скажу Вы знаете Я живу как мне нравится Простите меня за это И можно пожалуйста Когору сырную тарелку Не, а я ходила Я ходила на исповедь И я настолько в шоке От того Какие личные вопросы Задает священник Я офигела Он мне сразу говорит Он мне говорит Половую жизнь ведёшь? Я говорю А дальше Чё вы спросите? Она лексусе каталась А хочешь? Слушайте Мне мужского внимания хватает Я в мужском коллективе работаю Может быть Кстати Поэтому Как-то я отношения От себя отдаляю Потому что Честно вам скажу Мне не нравится Как парни У нас в офисе О девушках отзываются Мне не нравится Они знаете, что говорят? Да к вам К девушкам Даже ехать Иногда лень Потому что после секса С вами надо Два часа разговаривать Там обниматься Я говорю Так не спите С двадцатилетними Найдите женщин за тридцать Которые устают на работе Да А кстати Мужчины Женщины Которые устают За тридцать лет Они даже мозг выносить Не будут вам Нет В телефонах шариться не будут Антич свой даст Скажет Разгреби рабочий чат Уже сил нет никаких Поэтому да Я считаю Что отношения для женщин Которые не устают Но Для своего города С региональным менталитетом Я несчастная женщина Потому что там Если ты после тридцати Одна Это значит только одно Что ты никому Не нужна И не переубедишь Мне одноклассница Знаете что говорит Она говорит А я не знаю Как ты живешь Я не знаю Вот я домой Прихожу Да Мне все любимые Дома ждут Вот дети Муж Свекровь Там приставы Мы тут все сидим А ты Я не знаю Ну по телеку показывают Ну зарабатываешь Ну путешествуешь А Счастье Ты в этом Есть Я вот знаете Думаю что она права Ну правда Я приезжу домой Как там Свою пустую квартиру Это холодная кровать Знаете Я вот так стою Смотрю на эту бутылку вина И думаю Вика Ты же совсем не думаешь О будущем Надо же было В холодильник поставить Ну что ж Все Потом так приложила К холодному сердцу И все Поэтому я очень рада Что сейчас придумали Такой термин Как гостевой брак Знаете Это очень удобно Как просто ночевать Ездят друг к другу Это очень удобно Потому что это не меняет Твой уклад жизни Ты как привыкла Сидишь дома Пьешь вино Приходит гостевой муж С гостевым ребенком А ты такая А я гостей Не ждала Я ждала Роллы Во, вот так нормально Все, ребята У меня все Спасибо Пока Ну что, старичок Давай, как в старые добрые Взрослая жизнь Универ 10 лет спустя 6 декабря 8 вечера На ТНТ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова